В программе соревнований четыре вида – толкание ядра, метание копья, диско и один из оригинальных видов – метание булавы. А уже сегодня на базе Югспорт тренируется сборная России по легкой атлетике. 25 паралимпийцев выкладываются по полной. Многие из них примут участие в чемпионате России, но основной турнир впереди – чемпионат Европы, который пройдет в Лондоне. Тренер сборной удовлетворен подготовкой своих подопечных и возлагает на них большие надежды. Последний чемпионат мира показал, что на самом деле сейчас наша сборная одна из сильнейших. Я, конечно же, не хочу говорить о том, что мы самые сильные, но на самом деле одна из сильнейших, поскольку в Китае никто не сбрасывался с счетов. Это однозначно. Китайцы очень большой импульс получили для своего развития паралимпийских спортов. В российской сборной есть и звезды. Например, Никита Прохоров. На паралимпиаде в Лондоне в метании ядра лучше него не нашлось никого. В итоге золото в копилке России. К слову, результат, который он показал, рекордный. По сей день побить его никто не может. К этому результату очень долго шли. Было очень много проблем, трудностей. Было очень много травм. Очень большое спасибо моему тренеру, который меня подводил к этой олимпиаде, наместнику Ларису Васильевну. Мировой рекорд из золота не единственное, что Никита завоевал в Лондоне. Сразу после паралимпиады он женился. Избранницей атлета стала коллега по сборной Николь Радамакина. На паралимпиаде в Лондоне она тоже стала чемпионкой по прыжкам в длину. Теперь семья чемпионов неразлучна. Вместе дома, вместе на тренировках. Чтобы поддержать мужа, Николь готова бороться даже в нетипичных для нее дисциплинах. В первенстве России она тоже будет участвовать. Я думаю, что, наверное, мне придется участвовать. Конечно, я не занимаюсь такими дисциплинами, как копье, толкание, ядра и все остальное, потому что здесь пройдет чемпионат России по толканиям. Но я в том году участвовала, из-за того, что здесь находится мой муж. Чтобы поддержать его немножечко, наверное, в этом году тоже придется мне метать копье. Кстати, в прошлом году на этом же первенстве Николь завоевала первое место. Наверное, помогает чемпионке и поддержка мужа. А ему равных в метательных видах спорта пока нет. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.